Пошел контент, пошел, пошел, шарманка крутится. Всем привет, с вами Евген, и Евген очень плохой Евген, цело сколько, 3-4 дня, я говорю, что будет каждый день на инси, у меня не получается, мы сегодня с ней заряжали елку, потом я с ней тусил, и как бы, и как бы я хочу снимать, но просто у меня не получается, вот сейчас вечером я сел снять одну серию, и спасибо, спасибо за подсказку, я не помню, кто подсказывал. Я читал комментарии, там подсказка, кликнуть на камеру, в суде, все, мы пройдем дальше, а то я искал, в принципе, нашел полное прохождение, и как бы, в формате стрима, там типа, один кусок 4 часа, второй 4 часа, я офигел, понял, что, ну окей, я понял, что надо играть еще 2 часа, если сильно не тупить. Кстати, я тут, это, почитал комменты, кто заходит на канал раз в несколько дней проверять, вышли новые видео по нейнси, учитывая, что я сейчас не каждый день их выкладываю, нет, не каждую неделю будут выходить видео, а каждый день. Давайте попробуем вот что, у меня на канале есть колокол, и как бы есть функция, я не знаю, как она будет работать, но давайте попробуем, на основе предпочтений, то есть вы можете на примере топового канала, я сейчас показываю, как это работает, на основе предпочтений. Попробуйте выставить такой колокол, и, наверное, тогда он будет вас оповещать только о видео о нейнсе, но, тем не менее, вы все равно заходите, я не уверен, как он работает. Я просто зашел в статистику и увидел, что вот такую опцию выбирает лишь 10% людей, которые меня смотрят, и, да, Ютуб даже о таком не рассказывает, еще он мне рассказал, что, оказывается, большая часть людей, которые меня смотрят, я просто зашел и офигел, раньше было больше. Всего лишь 8% людей, которые меня смотрят, и меньше 18, всем остальным больше, даже больше, скажем, большинство людей, которые меня смотрят, им от 18 до где-то 30 лет. И после этого мне будут говорить, что, Евген, зачем ты материшься, тебя смотрят дети, нет, я не матерюсь в видео по нейнсе, я матерюсь в принципе, но, блин, какие дети, меня смотрят 18-летние лбы, какие, где эти дети, покажите мне этих детей. В общем, попробуйте вот это, мне интересно, как это будет работать, расскажете, потом приходят ли вам уведомления о нейнсе или нет. Я думаю, ответ, скорее всего, будет нет. Я выставлю все, потому что, ну, на такой топовый канал только все уведомления нужно выставлять, потому что контент всегда топовый. Ладно, так, давайте уже континуя, посмотрим, чем это кончится. И, кстати, вот, я не знаю, мы сегодня с Лизой смотрели каналы всякие, такие женские каналы, но не с косметикой, а в принципе. Мы смотрим видео Кати Клэп, как она, там, это, ремонт ее кабинета, и ремонт мне понравился, но видео скучноватое. Другие видео у меня, вот, она рассказывала, как она питается, мне это было интереснее, потому что я тоже это, стараюсь улучшать свое питание. Слушай, мы не в том доме и не там, где нужно. Евген смотрит Катю Клэп, да, я знаю, типа, казалось бы, что может пойти не так? Так, автосохранение просто может, слушай, почему-то вот именно, когда эти вылеты происходят, они забирают мою вебку. Мне этим не нравится теперь моя программа для записи. Раньше, когда я не вылетала, было нормально, но, слушай, Нейнси капризная. Вот бывают игры, которые, ну, просто капризные, и не знаешь, что с этим делать. Мы играли вот с Рыжим на стриме, тоже у нас все вылетало, но не в Нейнси, но тем не менее. Так, постой, я не туда пошел, мне в зал сюда надо. Там есть некая, слушай, а где камера, я так, я не знаю, где камера. Ну, наверное, внутри, я снаружи тут камеры не видел. Да ладно, давай войдем внутрь. Внутри что-то явно будет. И, кстати, вот почему я не закончил мысль, почему такие вот милые комментарии всегда именно на женских каналах. Вот понимаешь, почему-то, когда парни, я ставлю этот комментарий, они не такие милые. А вот когда, типа, девушки пишут, что это всегда что-то милое, как вот первый коммент, по-моему, первый, я не знаю, может, для вас он по-другому выглядит. Вот под этим видео такой большой коммент, что, типа, спасибо за Нейнси и все такое. Типа, я понимаю, что, ну, как бы ты много что снимаешь, поэтому не получается снимать Нейнси. Ребят, вообще, это очень милый коммент. Ну, просто мне было приятно читать, мне он понравился. Вот все бы комменты были такими. И вот надо кликнуть на камеру, но, блин, камера-то, ну, не кликается. Может, это не та камера? Слушай, может, реально не та камера? Давайте поищем. Вон она. Камера. Может быть, футаж со дня, когда кто-то вломился? И надо спросить про это судью. Все, наконец-то, продвижение. Этот, 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 этот влом в, собственно, зал с доказательствами, похожа постановка. Двор должен был войти через дверь. Потому что мы уже выяснили, что решетка снята так, как будто ее снимали изнутри. То есть, вор мог попасть только через дверь. Мы это теперь знаем. И мы сейчас будем, слушай, реальный сюжет пошел. Потому что у нас вот висело задание расследовать в лом, в зал, собственно, вот, в кортхаус. В зал суда, в здание суда. И, кстати, да, я не очень, не так уж хорошо перевожу, как вы пишете в комментариях. Я много пропускаю по тексту. Ну, немного, но так, чуть-чуть. Потому что, ну, слушай, текст тут порой довольно сложный. Я удивляюсь, вот, на русском, когда играешь, ты не задумываешься. Но на английском текст реально такой, заковыростый. Я прошлась по исчезнушим доказательствам и по списку того, что пропало. Так, Нэнси молчит, он тоже молчит. Судья! Судья! Нэнси, я боюсь, я не был с тобой честен. Опаньки, признань, сейчас будет, я знаю. Что? Ты знаешь? Давайте просто скажем, что я могу сказать, что кто-то пытается кое-что от меня скрыть. Причина, по которой Карсон отправился в замок Мушам в Австрию. Он уже знал, что книга украдена из здания суда. Тиган Перри обвинила ведьма из дома Хартонов. И теперь это... В общем, она кого-то обвинила, и теперь документ пропал. Документов нет, обвинений тоже нет. Да, действительно, какой-то бесправедник. Слушай, сколько вопросов появилось! То есть, получается, меня отправили за этой книгой, потому что что-то уже было украдено в самом Салеме. Это интересно, все реально связано. Так, помните какие-либо детали насчет АВ? Я особо ничего не помню, к сожалению. О! Был какой-то клинок с надписью АВ, очень уникальный. Не уверен, с чем он был связан. Ну, типа вот этот? Да, вот этот! Где ты его нашла? В замке Мусам. Ясно, значит, преступления связаны. В общем, украли книгу извинений и доказательства издания суда. И некая организация еще заявила свои права на дом Хартронов. Да кто угодно может быть в этом городе. У всех есть интерес к дому. Кто-то хочет сделать из него карнавальный дом, кто-то музей. А Лорен Хольд хочет получить его по наследству. Придется копать глубже. У меня за последние два дня бумаги пропали. Я потерял контроль над имуществом. То есть бумаги, видимо, он потерял бумаги, которые... О владении к тем дому, который сгорел. Так, хорошо, еще один вопрос для вас, студия. Какой? Вы помните, где вы были в ночь, когда сдавал дом Хартронов? Конечно. Я с сыном ушел? Блин, надо сына спросить. Это был очень дорогой ужин, потому что Джейсон... Видишь, Джейсон заказал очень огромную котлету с томагавком. Вы серьезно думаете, что я мог устроить это преступление? Нет. Нет, я просто хочу полную картину того, где кто был тогда. А, хорошо. Ну, слушай, серьезно, а что он обиделся? Это просто обычное следственное действие, потому что нужно опросить всех. Нам нужно задать вопросы всем. Нэнси как раз таки ведет себя правильно и никому не подслуживает. Так, у вас есть материалы с камеры? А то в день ков ломились. Да, есть. Я же совсем о них забыл. Что-то очень подозрительно, судья забыл. О том, что они снимают комнату на камеру. Вы не против себя взглянем в тебя? Конечно, конечно. Правильный материал предоставить день. Но, в общем, завтра приходи, поговорим. Завтра он тебя будет ждать. А знаете, что у меня будет ждать? Холодный воздух. Я чувствую себя дико жирным, поэтому мне жарко. Я просто сегодня, знаете, объелся. Новый год не наступил, а я уже объедаюсь. Просто я купил вкусную курицу. Вообще, у меня появилась мысль безумно делать мубанги. То есть, есть на камеру и что-то рассказывать. Потому что я очень люблю есть. И, возможно, я камеру стану жирным, как куплено. Но, вернее, не жирным, а красивым. Но, тем не менее. Тем не менее. Кстати, посоветуйте ушей каких-нибудь с Алиэкспресс. Просто я думаю, после Нового года сделать закупку. А то мне надоели вот эти уши. У меня есть... Слушайте, эти не новогодние уши. Вот. Рога оленя. Евген с рогами. Казалось бы, что может пойти не так, да? У меня еще вторые мои ушки где-то были. Вот. Вот они. Мои уши. И вот это третье. Я хочу, чтобы были еще. Потому что эти уши, вот эти два, которых я показал, я их ношу уже года два. И нужно что-то новое. Посмотрите, хорошее. Потому что я вот на Алиэкспрессе ищу. А больше я не знаю, где искать. Не, ну, есть какие-то еще сайты. Но я уверен, что у Алиэкспресса лучший выбор ушей. Но, может быть, что-то еще посоветуйте. Не обязательно с Алиэкспресса. В общем, где можно купить еще ушей? Просто я еще по магазинам ходил. И уши там есть, которые, типа, другие. Но они похожи на мои. То есть, они похожи, например... Вижу очень много ушей, похожих на эти. Только там черных, кружевных, еще каких-то. Я хочу какой-нибудь необычный уши разных животных. Вот это было бы действительно круто. Уши собаки. Уши лисички. Ушки... Я не знаю еще... Зайчик. Нет, зайчика есть уже. Но другие. Другого зайчика. Кролика там. Уши... Крокодила. У крокодила... Нет, у крокодила нет ушей. Тогда как он слышит? Я не знаю. Короче, уши слона. Там другие. Любые уши. Так. Сейчас будет небольшое испытание. Не думайте о розовом слоне. Не смейте. Вот розовый слон просто... А, вы теперь о нем думаете? Все. В общем, через минуту расскажу, как перестать думать о розовом слоне. Так что оставайтесь с нами. Не переключайте канал. Вы не правдите, если я спрашиваю, что вы делали три дня назад. Ммм. Это же тот день, когда ты посетил замок в ушах. Ты алиби хочешь, ней, мисс Дрю? Я просто пытаюсь подтвердить, где все были в день, когда книга извинений была украдена. Я знаю, она была украдена. Но... Зачем мне звонить вашему отцу, чтобы он отослал вас ее искать? Ну да. Но другие люди могут поспорить. Был я весь день в Сайлемском городском суде. Я общался с чуваком, у которого какие-то яйца из гнезда украли. И еще про какой-то фестиваль сбора урожая разговаривал. Так что у меня не было времени летать в Австрию и устраивать перекрестное алиби. Так, ясно. Он вряд ли это придумал на ходу. То есть, окей, ладно. Предполагать, что, слушая, у судьи могли быть сообщники. Потому что это очень подозрительно, что у них есть запись того, как кто-то вломился в комнату за казательствами. И судья такой, ааа, точно, у нас есть запись. Очень подозрительно. Я подозреваю, что судья не сам это делал, не своими руками. Он все-таки судья. И он это мог сделать чьими-то руками. Чьими-то грязными руками. Как думаете, может быть было так? Так. Без какого-либо доказательства или последней воли. Какой легальный статус дома? Ну, вопрос-то сложный. Тут столько движущих частей и заинтересованных лиц. И такой кроссовер юрисдикцией. То есть, вы решаете, чей будет дом? А это как поняла? Вы сказали, что вы не рады быть центром такого большого решения. Ну да, грязновато здесь с легальной точки зрения. Ну потому что там никто не живет. Я завязан уже в истории города. Ну да, и воспринимать ее легко, это довольно трудно. Так, и последний вопрос. А где вы были, когда украли все доказательства? Поверите или нет? Я был здесь, работал. У меня нет смысла, мне не смысла украли доказательства. Ну, поверьте мне. У меня только головная боль от этого появилась. И я это признаю. Так, ну ладно, судья. Так что, думаю, вам стоит знать. Машина припаркованная снаружи. На месте для января 2 и не говори. Я разберусь с этим. Пока. Слушай, я как будто его напряг. Мне кажется, он недоволен. Ой, слушай, мне звонят. Это Тигран. Тигран. Я тут кое-что... Приходи сюда, быстро. Что-то творится. Я сейчас приду. Слушай, что-то происходит. Наконец-то экшончик. Ребят, спустя 10 минут. Загадок до сих пор идет. Весь дом исписан. Написали лжецы. Как все так получилось? Ой, еще звонят. Ой, прости, Нед. Слушай, то он не берет трубку, то я не беру. Ладно, пойдем в дути. Мне кажется, Нед в итоге обидится и изменит меня с той телкой, с которой он развлекался. Помните, он когда звонил, там был женский смех. Ну, все ясно. Нед изменщик, ребята. Цисгендерный мужчина, который бросает бедную сильную женщину в беде, когда она расследует дело мирового масштаба. Верите вы или нет, но это действительно очень печально. Украли какую-то книгу, которой, ну, типа, 300 лет. Так, давайте Неду перезвоним в первую очередь, а то обидится еще. Так, много диалогов с ним нет. И хорошо. Мне немного непривычно, что Нед здесь как бы это... Кстати, нет, постойте. Вот у всех персонажей здесь, ну, у тех, что нарисовано, у них авы, да? То есть у них вот авы более-менее похожие на графику из игры только у Неда, а вот аватарка старая. Как будто он из предыдущих серий... Мне кажется, почему-то в следующей игре по Нэнси его не будет. У вас есть такое ощущение? И, кстати, интересно, сколько лет будет делать следующую Нэнси? Неужели еще 4? Так, хорошо. Так, ясно. Да, понятно. То есть опять войсмейл, ясно. Кто-нибудь слушает, кстати, голосовые сообщения? Вот кто-нибудь из вас слушает голосовую почту? Я никогда. Вот аудио в WhatsApp это норм. Но голосовая почта, по-моему, это дикий зашквар. Не пользуюсь. И вам не советую. Вообще, в принципе, пользоваться мобильным телефоном для звонков в 2019... Уже 20-м практически году это зашквар. Как бы современный человек пишет сообщения в WhatsApp или в Viber. Нет, слушай, Viber это дерьмо. Просто удалите. Просто я общался там с клиентом по одному заказу. Мне сообщения приходят через 2 дня. Жесть. Вот переуставил. Причем сообщения об акциях в ленте о том, что, не знаю, смазка для курицы подешевела на 40%. Это тут же приходит. О том, что баллы зачислила мне пятерочка на карту. Если я скуплю полмагазина, тоже моментально. Но действительно, важное сообщение придет через 2 дня. 2 дня. Это жесть. Это, конечно... Вот я сейчас даже проверю. Вот, слушай, наверняка сейчас. Оказывается, что мне 2 дня назад чувак писал. Странно, конечно, называть чувака чуваком. Ему 40 лет вроде или типа того. Сейчас посмотрим. Сейчас будет сюрприз мирового масштаба, если он мне написал. Давай, загружайся. Слушай, не загружается так долго. Не, не написал. Ну, все не так плохо. Слушай, а может он мне написал, просто сообщение еще не дошло. Знаешь, мне кажется, Viber тайно купила почту России. Это бы объяснила скорость. Ну, так я тебе не все сказала. Ты знаешь, просто тяжело все. Да все нормально, я понимаю. Когда я начала работать в музее, я была заинтересована в истории города. Потому что я думаю, что история это самое главное. Я тоже, кстати, люблю историю. Сантьяна сказал, кто такая Сантьяна, я не знаю. Те, кто не помнит прошлое, обречены на его повторение. И я узнал кое-что про свою семейку. Мы изменили наше имя. Мы раньше были семейкой Пэрис. Окей, то есть Пэрис Хилтон с вами связан. Самуэль Пэрис была дочерью. И она была ведьмой. А постой, она была напрямую связана с убийством нескольких людей, части моей семьи. Но ты же... Я глава организации АВ. Моя семья помогала убивать ее предков. Их предков. И мы никому не говорили. И теперь все знают. А зачем кому-то это делать? Я не знаю. Может, еще кто-то хочет заполучить дом Хартронов. Никто в АВ мне больше не поверит после этого. И все доказательства пропали. Все это ради ничего. Да нормально, все будет. Тигран, мы поймем, в чем дело. Мы разберемся. Так, нужно помочь Тигранке разобраться, что же происходит. Давайте еще с ней побал. Нельзя. Нельзя побал. Я боюсь, что все может просто сломаться, вылететь. Но, собственно, на исследовании 2019 года раньше было лучше. Сохранимся еще раз. Хотя, блин, мы сохраняемся 10 минут назад. Ну ладно. Ишь, не раз сохранится не больно. Опа! А почему мы ему звоним? Привет, пацаны. Есть новости? Опа! Я видел, я видел. Я себя проспойлерил. Мы сейчас отправимся ловить призраков. Нэнси Дрю? Оу! Мы играем за Фрэнка. Нэнси, я скучал по тебе. Мне нужна рациональность в моей жизни. Жалостен, рациональность. Это нерационально. Да. Че творится? Все нормик? Нет, на самом деле не нормик. Я в доме Перри. Кто-то тут в граффити нарисовал вандалит жестко. Реально, что ли? Получается, что Перри это родственники других Перри. Эта семья ответственна за обвинения в ведьм и их убийствах. А, значит... Значит, они связаны с этой группой? Ведьмы обвиненные? Ну, так получается, кто-то пытается очернить Перри. Семью Перри. Получается, что наш подозреваем все еще в городе. Похоже, что так. Нет. Здесь ничего нет. Тут тихо на кладбище. Это шутка. Мы как бы это на кладбище. Если это нужно объяснять, то это не шутка. Но я поняла. Слушайте, тут все немножко жестко, так что я останусь с Тиграной. Можете мне рассказать обо всем, что будет происходить? Пожалуйста. Да без проблем. Партнер. Это шутка из вестерна. Ну, то есть, мы уже обсуждали все это детективное партнерское дребедень. Фрэнк, плохое время для этого. Ладно, скоро поболтаем. Так, если ты закончил быть странным, я бы мог тебя помочь. Мне кажется, Фрэнк влюблен в Нейнси. Если... Как я ее зовут? Я забыл, как его зовут. В общем, ее, Варя, не ее бросят. То Нейнси быстро найдет себя взамен. В лице брата детектива. Так, нам нужно доказать, что поиски существуют. Это требует хорошего потерпения и оборудования. Задание сейчас у нас висит. Охотиться на призраков. Вы верите в призраков? Я нет. Так, у нас здесь спектральный анализатор. Все дела. И... Спектральный что? Ты вообще уверен, что он работает? Конечно, сам я... Ты его сам сделал. О, да, конечно, он работает. Я думаю, что лучше всего он найдет, чей ты пертешь, если честно. Так, нужно быть оптимистичным касательно таких вещей. Так, интересно, домашний поисковик призраков это хорошая идея? Ну, типа да. Так, мы играем за Фрэнка Харди. Класс. Так, а как этим пользоваться? Я хз. Так, зелененько. Наверное, надо красненькое что-то найти. Так, стал... О, смотрите, загорается. Я думаю, надо идти глубже. Нам это серьезно надо делать? Да, конечно, идем. А что... И что, знаете, подумать, если мы в пустыню вернемся? Да... Мне не страшно, Джоу. Просто это стремно, что мы делаем. Вперед. То есть мы правильно идем, да? Так, пока в лесу ничего нет. Пока что, кстати, весело. Мне нравится. Так, опа. Сует. А тут, по-моему, дым-машина справа. Слушай, это кто-то дым просто напускал. Это дым-машина. Чуваки, это просто дымогенератор. Мы такой на съемках в Лондоне используем. О, смотри, дымогенератор. Всю часть леса можно дымом накрыть. Ведь... А что случилось с настоящими хорошенькими призраками? Черт возьми. Это просто... Хорошая мина при плохой игре. Так, пока что ничего нет. Мне интересно, как-то спектрометр что-то может определить. Да я не знаю насчет этого. Стоит ли лезть на чью-то собственность? Так, хорошо. Значит, мы должны, видимо, искать дальше что-то. Так, тыковка. Смотри, стрёмная тыква. Это же стрём... Это пранк или какая-то злобная шутка? Ну, в темноте можно подумать, что это что-то сверхъестественное. Кстати, чистая правда. Вы видите странную, страшную тыкву в темноте. Вот вы подумаете... Это Пвизрок! Специально говорю, не Пвизрок, а Пвизрок. Так. Вот тут мы с вами не ходили. Хавкаешь кто-то. Это отсылка на Псов-Призраков с Лунного озера. Кстати, классная была игра, но немножко нудная. Помню, там какие-то моменты были, ну, не очень. Я помню, когда ты в дом приезжаешь, там наждачную бумагу ишь... О, смотри, крюки какие-то. Так, их надо осмотреть, что ли. Вопрос там как. Я просто не знаю, как на их кликнуть. Я их вижу, но кликалки на них нету. О, нет, все равно нет. Я не могу на них кликать. Может, надо отойти? Может, тогда они кликнутся? Слушай, я не знаю. Я не знаю. Игра сломана, все понятно. Теперь все ясно. Кстати, у нас есть этот учебник. Ладно, он не работает. По заданиям тоже все глухо, да? Ну и что мне делать? Ну вот я вижу, я вижу. Оно передо мной. Ну, видимо, я с неправильным... Давайте, может, я не с той стороны зашел, а? Постойте, может, я не все тут осмотрел? Что тут за тарелка такая? Какая-то странная пыльца здесь. Пыль. Это... Это... Как оно? Это травы здесь какие-то сжгли. Это может быть что-то духовное или что-то покрупнее. Посмотрим, что еще найдем. Так, может быть, прикол в том, что нам нужно найти здесь все, а потом активируются веревки. И это какой-то сюжетный момент активирует. А хрен знает. Активирует или... Да, я думаю, что рано или поздно вот эти веревки активируются. Но, наверное, нужно найти... Найти как бы... Ну, все. Так, очень плохая графика на дереве. Мы нашли плохую графику. Вообще, господи, почему графика такая стремная? По-моему, все-таки раньше в играх по Нейнси было красивее. Понимаете, дело не только в дизайне. Дизайн все равно хорош. Но, блин. Дело еще и в... Кстати, а почему он здесь? Но при этом мы слышим вот так, как будто он все время за моей спиной. Мне кажется, эту часть игры уже не доделали. Вот это вторая половина игры. И мне кажется, игра сейчас начинает так плавненько сдавать. О, что-то красное. Мы что-то нашли! Призрак! Все, смерть, да? Фиксируйте смерть, ребят. Сейчас будет инфаркт. И что это значит? Да, а! Мне кажется, это просто любительская радиуса. А, так, так, понял, понял. Сейчас, 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 сейчас. Я, я соединю. Я соединю. У меня руки просто дрожат, извините. Я раньше пил немного. Так, хорошо. А, 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 ну ладно, шучу, я не пил. У меня, в принципе, руки дрожат. Ну, я же соединил, алло. Алло, алло, я соединил. Я нормально соединил. Так, ясно, не совсем нормально. Хм. И что не так? Что ты хочешь? Что ты от меня хочешь? Так, ну это, наверное, все-таки не совсем то. Я не знаю, как соединить, чтобы оно, как бы, ну, сошлось. Потому что на глаз оно, не, ну, оно даже на глаз не сходит все. Как сделать так, чтобы оно, прям, вот, сходилось, а оно не хочет? Слушай, я не знаю. Что это за дичь? Все, иди нафиг. Я не знаю, как соединять. Нельзя уйти? Да ладно тебе, чел, ты. Ой, давай свалим. Ладно, так, попытка номер еще одна, да? Может, надо просто не так сильно волны накручивать? Я просто не знаю. Они у меня какие-то, ну, знаешь, другой формы получаются. Слушай, я себя так сделаю. Нет, так они слишком, типа, большие. А если я меньше? Давайте я сделаю меньше, в надежде, что получится. Нет, или они у меня слишком толстые? Как их сузить? Просто тут нигде нет кнопки, чтобы... Может, я ее просто не вижу, но тут нигде нет кнопки. А, во! Во, 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 понял! Я не понял. Так, они, видимо, вот они так, здесь, остаются все шире и шире. Почти. Почти совмещаются, орлы, почти, почти совмещаются. Почти совместили. Вот! Я нашел новую холодную точку. Нужно двигаться дальше. Слушай, а как нам понять, куда двигаться дальше? Слышите? Это, это ворона. Так, о! Так, нашли, орлы, мы нашли! Я теперь понял принцип работы данного механиза. Только что это определяет? Что значит холодная точка? Это, типа, ты термометр построил? Не, я не против, что ты построил переносной градусик. Но, мне кажется, можно было просто, знаешь, электроградусик использовать. Как вот покашеварим в своих обзорах на еду. Я не очень уверен, типа, сработало бы это, но сейчас теоретически попробовать-то можно. Хопа, да оно соединилось, чувак, ты че, рофлишь меня? Да соединилось оно! Господи, это, мне кажется, это больше геморройная часть. Вот это, это можно считать, наверное, за загадку, но она скорее геморройная. Так, здесь он мне ничего особо не показывает, но сканер я настроил. Так, да, я проверю. Давайте еще по кругу походим. Так, пока что ничего. О, че-то есть! Нет. Нет, слушай, оно опять откатилось назад. Мне кажется, мы сейчас просто тупо на Джоу и выйдем, и нормально будет. Нет, 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 нет. Куда-то сюда. Нашлось, нашлось. Слушай, что мы таким образом добились? По-моему, пока мы не добились ничего вообще. Просто мрак и пустота. Пока что это худшая загадка из всех игр Нейнси. Ну, то есть это даже загадкой называть стыдно, все. Но Нейнси у тебя скатилась, это очень печально. Понимаешь, вот ты думаешь, что будешь играть в хорошую, такую интересную игру, оказывается. А тебя обманывают. Понимаете, обман везде. О, что-то новое. Тут ничего нет, но... О, это что? Это, я думаю, это голос выпускает. Это что, это призрак? О, нет. Похоже на некую машину, чувак. Не некая машина, по-моему, колонка блютуз. Но что такое девайс делать на кладбище? Что-то происходит. Что-то происходит. Это детектор движения. Что, странно, не? Ладно. Отложи оборудование. План не сработал. Теперь мы ищем так называемого призрака моим способом. Но я только что все настроил. Ладно, ладно. Все. Глаза у меня на макушке. Посмотрим. Я хочу осмотреть это устройство. Почему мы раньше его не замечали? Пипитивает. Как стремно. На кладбище детектор движения. Это новое издание. Он следит за чуваками, которые ходят по кладбищу. Так. Искать фейковые доказательства в лесу. На коне... Ой, господи. Фрэнк, привет. Как дела? Кстати, он довольно симпатичный. Чем-то похож на Фейса. Хотя, не, не похож на Фейса. Он похож на, короче, на какого-то популярного чувака. Но я не уверен на кого. Может, на Винди немножко. Если вы знаете кого. В начале видео забываю высказать все. Насчет вот этой рамки. Я согласен. Портите атмосферу. Просто я не был уверен, когда ее ставил. Я поставил ее чисто тестово. Просто посмотреть ваше мнение. Это лучше, чем устраивать эти голосования. Потому что у меня с голосованиями плохой опыт. То есть устраиваешь голосование. И потом делаешь что-то. И вроде как все проголосовали. Выбрали. А потом ты как бы делаешь что-то. И оказывается, что все такие типа. А почему ты это сделаешь? Я отвечаю. Это голосование было. Типа все проголосовали за. И потом люди говорят, что а я не голосовал. Я вообще не знаю, где было голосование. Поэтому я их не устраиваю. Я просто пробую что-то. И слушай, пока не попробуешь что-то новое, ты не узнаешь. Ну, в общем, попробовали. Я согласен, что рамка, ну, стремная. У меня тоже были сомнения. Потому что она слишком большая, жирная. Поэтому я оставил только огоньки. Вот я думаю сейчас, кстати, насчет огоньков. Ладно, никак с огоньками не связаны. Я думаю, вот мы сейчас найдем вот эту штуку и сможем идентифицировать. Вот, 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 вот получилось. Опа, пошла жара. Веревка. Эта штука должна заставлять что-то двигаться по веткам. Детектор движения, дымовая машина, голова пугала. Травы жгут. Ну что, хочешь сказать, что я был неправ? Ну, конечно, нет. Мы узнали, что призраков нету. То есть ты до сих пор думаешь, что призраки есть? Я не думаю, что мы можем доказать, что их не бывает вообще. Скажи еще раз. Смотри, отсутствие доказательств не значит, что... И не доказывает, что призраков нет. Логично, слушай, нормально. Отсутствие доказательств не означает, что этого не было. Так, Оливия. Оливия. Должно быть доказательства, связывающие ее с этим. Не может она сюда просто приносить снарягу каждую ночь. Должен быть тайник. Но где? Надо ее просто спросить. В музей пойдем. Серьезно? То есть он хочет спросить потенциального преступника? Дорогая мисс преступник. А где вы прячете свое добро? Слушай, реально, игра скатилась. А давай просто спросим, да? Давай пойдем спросим. Скажем, мы нашли странные вещи в лесу. Это не ваше? Конечно, она скажет, что... А, это мое. Да, я устраиваю шоу для посетителей. Я уверен, что она это скажет. А, Бастон, будем обыскивать магазинчик Оливия. А как мы его ночью обыщим? Как мы это сделаем? Ой, я диалог пропустил. Ладно. А как мы это сделаем? Он же, наверное, на ключ закрыт. Эй, перед тем, как мы сделаем. Может, Нэнси позвонить? Что? Зачем? Потому что мы же команда. С ней надо проверять. Пусть Нэнси делает свою часть, мы сделаем свое. Ну так, а наше свое, это что именно? Мы эти, гоустбастеры, призраков ищем. Я думаю, этот кот, он... Представьте, он был настоящий, как кошка Филча из Гарри Поттера. Вот это был бы номер. Я бы, наверное, помер. Эй, смотри. Список мистических символов. Так, это интересно. Это... Опа, еще рисунок. Это брошюра про жизнь Абигейл Вудли и ее исчезновение. Работа в прогрессе. Ой, это очень важно для Оливии, каким-то образом. Так, а мы не можем забрать с собой, нет? Так, нет. Какая-то брошюра, окей. Так, нужно изучить заметку с кодом. Так, давайте ее изучим правой кнопкой мыши. Так, перевернуть. Так, дорога к Абигейлу Хартран Вудли. Вудли, это я как знаю, что значит, слово ли это или нет. Так, Дороти Кромвель. И Александр Бэл. Так, тут карта могил. Это вообще не страшно. Но здесь нет могил Абигейл Хатрон. Было бы слишком просто. Неважно, найдем. Я думаю, по этим именам мы уже сможем как-то сориентироваться. Давайте еще осмотримся. Уходить так быстро я не хочу. Плате, кстати, выглядит меньше, чем когда оно на ней. Хотя Оливия, как бы она норм. Мне как бы нравится, что я люблю пышек. Пышки топ. Ставь лайк, если ты пышка. Так, хорошо. Так, флайеры. Вудык с водой, веревки. Это те же вещи, что и в лесу. И смотри. Каких-то не хватает. А как вы поняли, что их не хватает? Просто лежит коробка, и вы как-то догадались. Ну, как я понимаю... Нет, давайте осмотримся. Я боюсь, что мы что-то пропустили. Да не, вроде все осмотрели. Так, что говорит телефон? Идти за картой. Ну, а ну давай, а ну давай. Раз телефон говорит, значит, надо делать. Понимаешь, телефон пиздеть не будет. Так теперь надо разобраться. Кажется ли, игра с завидной регулярностью уже в полет отправляется, и моя вебка теряется. Ну, не страшно, не страшно. Ладно. Наверное, это не слишком страшно. Так. Я уже забыл, что мы делали. Мы разбирались с... И не очень уверен, как нам это поможет. Дороти Кромвель, Александр Балл. То есть, что-то рядом с Дороти Кромвель. Давайте посмотрим на могилы, найдем Дороти Кромвель. И я думаю, это поможет нам разобраться в том, что происходит. Слушай, а может наугад как-то получится? А как думать? Может наугад? Может мы просто сейчас возьмем и угадаем? Так, Сэмуэль Пэрис. Это нам не подходит. Нам нужна некая Дороти и некая Кромвель. Роджер. Там Роджер кто-то. Слушай, учитывая местное управление, это явно надолго, мне кажется. Во, Дороти Кромвель. Вон она. Так, Дороти Кромвель. И должна быть другая могила, за которой мы что-то найдем. Так вопрос там, в какую сторону смотреть. Мне вообще кажется, что вот та могила подозрительная. Я бы туда пошел. Я вообще просто за каждой могилой смотрел. И понимаю, что рано или поздно мы нащупаем. Правильно. Слушай, может, мне кажется, где-то здесь. Где-то за одной из вот этих могил. То есть, раз вот здесь могила Дороти Кромвель, значит, за одной из могил что-то должно быть. Смотрите, вот есть могила Дороти. И за ней что должно быть? Видите, загадка. Первая загадка за всю игру. Причем, на удивление, она у братьев Харди, а не у Нэнси. Казалось бы, что может пойти не так в этой ситуации? Так, ну, я вот так... Тогда все, мои полномочия все. Я немножко теряюсь. Хм. Есть Самуэль Перес. Так, можно как-то взаимодействовать. Но я, честно, не вижу как. Я что-то не знаю. Так, Александр Белый. Вот он, Сашка Белый. Его могила, смотрите, она находится здесь. А могила Кромвель находится где-то вот там. То есть, получается, искать нам нужно по логике карты где-то вот тут. Вот в этой части кладбища, где сейчас елозит моя пошлая мышь. Так. Я даже не знаю, что мы ищем, если честно. То есть, где-то мы ищем некий тайный проход. А, во! Слушай, постой, у меня все схвачено. Что, копаем, да? Ой, это хорошее доказательство. Ты рад, что мы вломились в музей? А мы вламывались? Я думал, просто дверь забыли закрыть. Нет, не очень рад. Ну, посмотри на это. Так, давай, это, наверное, расшифрует бумажка, которую мы нашли в магазине. Давай глянем. Так, о, сейчас будем расшифровывать прямо на земле. Так, это же какой-то декриптор. Кстати, вот есть точки зрения реальной жизни, подумайте об этом. Блин, то есть в реальной жизни кто-то будет сидеть и вот декриптить вот эту вот систему. Мне кажется, это стрёмно. В реальной жизни никто этим заниматься не стал бы. Мне кажется, меня это иногда вот в таких квестах немного напрягает. Что, как бы, вроде это квест. Я понимаю, что должны быть загадки. Но ты думаешь, блин, стал бы кто-то в реальной жизни вот заморачиваться с чем-то таким. Ну, наверное, нет. И, как бы, у меня появляются мысли. Да, у меня. Кстати, вот, все время корю себя за то, что ем жирно. И вода кончилась, просто... Я стараюсь больше пить из-за сухого воздуха батарей. И после жирного и лицо чешется. У меня лицо вот очень чувствительное. Да не то, что края губ, а именно вот все, вот вся вот эта зона лица. Она шея реже страдает. Она просто всеми жиром покрывается. Даже если ее мыть, и поэтому сейчас пошел еще раз ее отмыл. Так, постой, крутится только два круга. Вот этот не крутится. Слушай, они, типа, совмещаются, да? Только я не совсем понимаю, как это работает. Вот как вот эти символы совмещаются с этими символами. Хм. А, кажется, я понял. Хо должно совмещаться с вот такой палочкой с тремя... Тремя палочками. Так, давайте начнем начало... Вначале вот, вот эта палочка. Так. Там должно быть, как я понимаю, Хо. Буквы Хо. Окей. А как это работает? Так, буква Ха. Ну, ее нужно, наверное, здесь найти. Типа Ха и О. И, типа, ты ее подгоняешь и делаешь перевод. Наверное, так-то и работает. Да, наверное, вот так. Так, Хо. Так, я думаю. Слушай, а вот это оно должно... Как оно должно подгоняться? Я не уверен. Вот, честно, я здесь потерян. Я в такие шифры с дисками никогда не понимал. Для меня это всегда было очень трудно. Так. Я даже букву Ха тут не могу найти. Это греческий алфавит. Я не вижу здесь буквы Ха. То есть, вот... Или это Н, Н, О. Я вижу О, кстати. Но не вижу Н. Я думаю, начинать нужно с Н. Тут есть Н, но это, типа, не такая Н. А такой Н тут вообще просто тупо нет. Ну, давайте... О, подгоним. Ну, ладно. Раз другого выбора нет, будем подгонять то, что есть. О, например. О. Ну, ну, допустим. Так. Допустим, сейчас... Вот, вот. Ну, допустим, так. Окей. Буквы выбрали мы. Так. И крутить шифр. Слушай, ну, это реально и долго, и трудно. Ну, вот я хочу вот так. Ну, я... И все, я... Ну, я покрутил. А. Слушай, я нифига не понимаю. Я просто... Я не умею вот в это вот. Я пошел смотреть прохождение. Это очень сложно. В общем, я проверил. Я... Как вам сказать? Я не так тупо, как я себе думал. На самом деле, я все правильно выбрал. Да, я действительно выбрал все правильно. Теперь осталось... Да, просто выбирать... Просто выбирать черточки. И я вернусь к вам, как только выберу все правильно. Кстати, смотрите. Нашел ленивый метод. Буквально за минуту. Просто здесь не нужно все время, как бы, нажимать на все правильно. Вы можете просто даже не смотреть на то, на какой там текст, какие символы, руны надо нажимать. Просто пум-пум-пум-пум по кругу. По кругу. Потому что ничего сложного нет. Это не как в оригинальных играх по Нейси. Если нажимаешь неправильно, Нейси там будет говорить, типа, неправильно, дурак. Здесь такого нет. Просто вот ходишь по кругу и... Мне кажется, это даже быстрее, чем искать определенные символы. Вы не думаете? Ристок вон, это ристок. Ристок, это значит, нужно снова закупиться товарами. Мне вот нужно сделать ристок кофе. У меня кофе закончился. Ну, как? Он еще есть, конечно. Так. А-а-а! Ристок вон. Вон с волшебной палочки она хочет закупить. Нафига тебе волшебная палочка? Купи вибра... Неважно. Вы опять эти пошлые мысли, слушай. Пусть купят себе вибропалочку. Ну, массажер я имею в виду, ребят. Вы чего? Я ничего пошлого. Массажер. Пусть купите массажер. Это, видимо, массажеры. Мэджик вонт, так сказать. Так, есть ли здесь буква Ж? Ж от слова Женя, кстати. Куда ты хочешь, чтобы я направил свою Ж? Куда? Здесь пять палок. Пять палок кинуть. Ладно, у меня опять... Вот я не знаю, если у меня какая-то пошлая история. Вот не надо по ночам записывать. Не надо. Так, ну, наверное, Ж, а остальное... Ну, диски я трогать не буду. Наверное, раз нету символа с диском, значит, диск не трогай. Понимаешь, что работает, то не трогай. Сейчас будем экспериментировать. Не, вообще, найдем палочку с тремя. И если оно запишется, значит, все нормик. О, все нормик. Крутим волынку дальше. Так, закупить продукты. Слушай, мне кажется, мы список к новогоднему столу. Сейчас будем расшифровывать. Там дальше будет копченая колбаса, астрославянская, сыр, магнит за самый дешевый, присневелый. Я уверен, вот для чего мы достучимся. Так, дальше у нас буква У. Буква У, скай... Не важно. Буква У. Буква У, 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 У. Так, ладно, я что-то увлекся. У меня настроение просто сегодня хорошее. Вы не обращайте внимания. Так, по-моему, букву на месте. Если это та букву, то букву можно как бы оставить на своем месте. Select letters, please. О'кей. Так, где мои letters? Это ты? Что-то загадка слишком простая. То есть, понимаете, я думал, что есть подвох, поэтому я полез в прохождение. Оказывается, я все сделал правильно, и я молодец. Да, на инцидрю скатилось. Даже я могу справляться с этими загадками. Без прохождения. Я использовал прохождение просто, чтобы убедиться, что я молодец. Знаете, ребят, раньше вот я не мог справиться. Раньше мне было сложно. Сейчас я не встретил ни одной загадки, с которой я бы не смог справиться без прохождения. Ну, разве что вот камера, но опять же, это все из-за дурацкого нового интерфейса. Вообще, я подумал, вот пока я искал момент в прохождении, чтобы убедиться, что я делаю все правильно. Я думал, зачем они переделывали игру? Зачем они в 3D ее сделали? Окей, вот я разгадываю сейчас загадку. Нужны ли этой загадки 3D? Да нет, не нужно. Это загадка в стиле старой The Institute. Там же все прекрасно работало. Лучше бы как и раньше. А то, я считаю, растеряли фан-базу. То есть, поступили ребята из Hair Interactive из Америки максимально тупо. Фан-базу просрали. Все просрали. Люди ждали игру 4 года, чтобы получить непонятно что. Ну, то есть, конечно, фанаты рады. Еще и сериал вышел. Что забавно. Вышел сериал. И вышла игра. Мне интересно, связано ли это как-то. Но видно, что все равно, что игра сыровата. То есть, ее еще, не знаю, ну не полгода, но месяцок доделать было можно. Вообще странно. Могли бы сделать игру по старинке. Я знаю, что всякие такие Point and Click квест. Но они, наверное, думали, что может сделаем не Point and Click квест, а игру в 3D. И типа будет популярна. Слушай, я не понял. Ну, что я сломал, что ли? Еще сломал? Слушай, походу я сломал, а. Походу я сломал. Слушай, а символ, что ли, не так поставил? Получается, да. Вот буква У. Что я сделал не так? Что тебя, блин, не устраивает? Буква У. Три палки. Что? А, постой. Тут три палки в другую сторону смотрят. Ну, вот тут тоже три палки. Ты хочешь сказать, что вот надо сюда направить? Попробую. Я тут подумал, пока колесо кручу. Почему-то все время, когда кручу колесо, просто молча приходят мысли. Никогда не покупайте сыр в магните, если не хотите умереть на Новый год. То есть, если у вас есть такое романтическое желание, то да. Но нет, никогда. Я как-то купил сыр в магните, подумал, блин, он же дешевый. Давай куплю. Вернее, именно сыр от магнита. Если отфасованный какой-то нормальный, то окей. Но именно вот самый дешевый сыр, который чисто для магнита сделан, никогда не берите. Это просто смерть. Особенно, если он завернут, вот, знаете, в твой полиэтиленовый пакет. Никогда, просто не трогайте, даже не смотрите на него. Хотя, нет, сейчас он стал нормальный. Я видел там сыры, но все равно они говно воняют, не берите. Так, что может пойти не так? Инвентарь просто сделает. Just do it! По-моему, так уже никто не говорит. Игру разрабатывали 50 лет назад. Вот-вот, последнее интересно. Ну, позаботиться о киске, это, конечно, тоже круто. Но получить товары от... Я взломал это, смотри. Так, круто, давай посмотрим. О, это просто список дел. Да, класс. Зачем шифровать список дел, казалось бы? Хм. Сегодня, на сегодняшней ночи отмечены. Отмечены. Нужно найти товары для Эл. Лорен Гольд. О, видимо, они в сговоре. Вот оно что. Это с темнокожей в сговоре, да? Надо проследить. О, привет! Полегче, пацаны! Куда спешим? Эбигейл Хатрон Вудли. Что? Мы нашли могилу Эбигейл Хатрон Вудли. Вы о чем говорите? Это не здесь. А что значит не здесь? Я не понимаю. Почему мы развернулись и пошли в обратную сторону? Что случилось? А, мы типа ее прижали к дереву. Вкус хороший. Немножко поздновато для чая, но качество хорошее. Джо кашляет. Эээ, Франк, она хорошо готовит. Ой, простите, я не хочу быть грубым, но... Да вы не парьтесь. Лорен готовит офигенные штуки. Она как будто их из другого мира достает. Но обычно я заказываю почтой. Она не самая большая моя фаната, но сегодня исключение. Ты уклоняешься от вопроса? Серьезно? Уклоняюсь? Призрак Эбигейл Хатрон. А, да, это... Она сейчас, видимо, объяснит за призрака, да? Ну, смотрите, может быть, я и помогала стимулировать воображение людей. Ну, знаешь, для Биттенса хорошо. Я же ничего плохого не сделала. Ну, по-моему, вы отпуниваете людей от дома Хатронов. Да. Что вы пытаетесь сказать? О, кто-то следит. Я, да ничего. Вы говорите, что я сожгла дом Хатронов, да? Может быть. Ну, нет. Мы не будем вас обвинять, пока у нас нету настоящих... Да какие-то доказательства нужны, она виновна. Ладно, постойте. Я признаюсь, что я немножко устраивала театральное шоу для туристов, которое им нравится. Ну, тут есть реальный признак. Это Лорен... И Лорен его видел. Нет. Нельзя просто вот так вот признавать. Я спокойный. Не надо на меня наговаривать. Зачем вы на меня так смотрите? Как... Как смотрите? Вы слышите это? Тихо. Слышите что? Я ничего не слышу. Так, что происходит? Мне кажется, она напоила нас... О, это кто? Кто там? Там призрак! Я вижу, там был призрак! Слушай, мне кажется, она нас на... Вот там, вон там! Мне кажется, она нас напоили токсичным чаем только что. Мне кажется, это был токсичный чай. Я не верю, что это настоящий призрак. Нас просто... Я даже бояться этого не буду. Нас просто напоили чаем. Там был призрак! На кладбище! Оливия, ты же его сама сделала. Вы серьезно, что ли? Да, вы серьезно. Это сначала был вопрос, потом утверждение. Так, можете мне описать, что вы видели? Они видели того же призрака, что и я, но, блин, это подставной призрак. Ну, он же... А то, что мы видели, вот эти веревки, и все остает дым, и вот эти травы. Она их напоила чаем. Я уверен, она просто распылила какой-то освежитель воздуха тухлый. Так, можете мне описать, что вы видели? Как ты и сказал, я поверить не мог в это. Видишь, они же существуют. Я никогда такого не видел. Видела ее глаза! Постой, что? Да! Это не была женщина! Ну, как по мне, была женщина, если честно. Я ее глаз не видел. Это был мужик с чертовыми глазами, он... Я видел что-то другое. Я видел женщину. И я не видел ее глаз. Вау. Я тут единственный, кто связан с реальностью, да? Постой, то есть вы видели женщину, а ты видел мужчину? Но это было тоже видение? Так, это интересно. Ну? И что это должно значить? Вы никогда не поверите, но теперь есть доказательства. Ой, ладно, тебе, Оливия. Ты никогда не верил в призраков. Это для тебя театр. Я никогда не поверил, что... Ты же просто деньги зарабатываешь в том, что обманываешь людей. А ты разве и это делаешь? История это другое. Это не легенда. Это не легенда, Тиган. Все все видели? Мне кажется, она всех подставила. Слушай, то, что я видел у мужика, говорит о том, что это галюн. То есть был бы призрак, все бы видели одно и то же. Она видела у мужика. То есть, скорее всего, почему они увидели вот ту... Ээээ... Призрак... Ээээ... Приз... Призрак... Я хочу феминитив сейчас попытаться сказать. Призра... Призр... Призрачку. Нет, призрак... При... Призрак... Призракку. Призракка. Это самый странный феминитив в моей жизни. В общем, призрака женского пола они видели. Почему? Они видели статую в музее. Статую пуританки. Поэтому они видят статую пуританки как призрака. А она видит мужика, потому что... Не знаю... Потому что она не лесбиянка. Вот почему она видит мужика. А может быть, потому что она лесбиянка. И она видит мужика, потому что ее пугают мужики. Вот, мы раскрыли секрет. Так, вы нашли что-то еще на кладбище? Да. Да. Ладно, да, но немножко я для туристов пугалки поставила. Большое дело. Что ты? Серьезно, ты людей пугаешь? Кто-нибудь мог пораниться? Да ладно вам пораниться. Не, ну если бы не вся эта история с поджогом дома, я бы даже поддержал Оливию. Да, Тигран, перестань. Единственная причина, почему люди приходят в этот город, это за интригой, чтобы они смотреть на костюмы и старую коргу, которая историю рассказывает. Это проблема. Эй, все, хватит, успокойтесь. Помните, мы здесь, чтобы... Мэй. Да, где она? Она в своей комнате. Ты видела, что у нас дом изрисован красной краской? Ну, она видела. И она не знает, что происходит. Мои родители просто будут быковать. С твоей сестрой это никак не связано. Это все подстава. Нет, это все было реально. Это было стремно. Выглядело реально. Ребят, так, вы отследили новые зацепки по поджигателю, арсонисту. Ладно. Так, пока что заказательства показывают, что нам нужно сфокусироваться на Мэй. Не, мы отмазываем на Лорен. Что кто-то... Вообще, кто-то врет насчет Алиби. Не верю, что это Лорен. Кто-то пиздит. Кто-то пиздит. А ты всех опросила? Всех, кроме Мэй. Но я не думаю, что это она сделала. Нэнти, если у тебя не хватает Алиби, может быть, есть что скрывать, Мэй что-то защищает. Мне нужно понять, что это или кто это. Она уже сказала, что она чего-то как-то защищает. Но у нас просто есть некое чувство. Ну так хватит. Я еще не знаю. Но я думаю, что это кто-то другой. Смотри. Мы сегодня ночью ответ не получим. Попробуем завтра. День был длинный. Действительно. Оливия. Можешь остаться здесь на ночь, если хочешь, конечно. Спасибо. Диван, к сожалению, тебе достанется. Вся кровать занятая. Говоря о чем? А где Дирдра? Она сказала, что поздно придет. Уверена, что она скоро придет. А что она делает так поздно ночью? Да, кстати, действительно. Куда делась Дидра? Что-то... Очень много подозрительных моментов. Я очень надеюсь, что... Мы... Не, мы не пойдем ее искать. Серьезно? Вот так вот? То есть, мы не пошли ее искать. Спланировать завтрак. О, господи. Опять готовить, да? Казалось бы, что может пойти не так. Тут никого нет. Они, наверное, опять все уплеты, да? О, здравствуйте. Эй. О, это Дидра. Надеюсь, они сами себе завтрак сделали. Да как ты в прошлый раз что-то бралась домой? Не хочу. Есть завтрак, и пока меня допрашивают. Все в норм, да? Я уже ответил на кучу вопросов для вот этих двоих. Хочешь спросить их? Уверена? Они тебе сразу тебе расскажут. Уверена? Окей. И тишина. Ой. А что с тобой? У меня руки как будто на иголках. Мне кажется, я на их спала. А, я тоже. То же самое. Кто-нибудь объяснит мне, что произошло вчера? Руки, как будто ты их проткнула иголкой. Мне кажется, они все, они все что-то приняли. У вас есть такое, у меня такое предположение. Всем им подмешали в чай какую-то отраву. Какие-то травы. Кто у нас разбирается в травах Лорен? Не подозрительно ли? По-моему, очень. Слушай, надо, пока что все ведет к Лорену, на самом деле. Даже если просто догадываться до чего-то. Пока что Лорен максимально подозреваемая. Так. Ну, они видели это. Это? Аномальная проекция призрака. То есть, призрака реально видели? Не совсем это я имею в виду. Я знаю, о чем говорю. О, ладно. Кто-нибудь еще его видел? Оливия Ревенкрофт. Ведьма. Ну, прям то, что она утверждает, что он был похож на судью. Да, она увидела что-то другое, не то, что вы. Она явно жжет. Она явно все это придумала. Я так не думал, Дендра. Не похоже это на выдумку. Она была реально напугана. Эрго. Таким образом. Нет, извини, но эрго. Эрго. Твои руки. О, отравление эрготом. Думаешь, это возможно? Я знаю, что такое эргот. Масса галлюцинаций, и один человек видит что-то другое. И как бы то, что руки онемели. Постой, что? Да, и вот то, что я говорю, их отравили. А-а-а. Ну как? Едали напитки? Кто-то намеренно? Да, в этом городе, наверное. Ребят, вы о чем вообще? Нас, похоже, ерготом отравили. Отравили? Что? Симптомы-то совпадают. И не просто так. Есть теория, что... Что люди, которых обвиняли в ведьмовстве, в Салиме, испытывали странное поведение. Они ели какое-то зерно, и оно вызывало галлюны. И оно здесь было запустяно 300 лет назад. Так, я не ел какие-то зерна из аэроперегримов. Так как, откуда у меня галлюны? Так, нужно посмотреть, есть ли... Есть ли где-то эргот в городе? Слушай, я хочу узнать, что такое эргот. Что такое эргот? То есть, это какое-то семя, которое произрастало... Произрастает дикой пшеницы. Которое вызывает галлюны. Сейчас Google Translate нам все скажет, орлы. Ждите. Так, русский язык. Да убери ты свою камеру. Он мне камеры предлагает. Ты что, экран буду сканировать? Тут же нет эргота. Эргот. Спорынье. А-а-а. Что такое спорынье? Так. Это какой-то грибок, который растет на пшенице и других крупах. В которых черное продолговатое тело растет... Так, ясно. Ясно. Это спорынье. Я бы называть эрготом так проще. Я не запомню. Спорынье. Господи, я впервые... Не, ну слово знакомое, но... Спорынье. Вы ко мне слышали про спорынью? Я нет. А можно сохраниться сейчас? Нет. Давайте пройдем диалог до конца и потом посмотрим на спорынье. Вдруг игра вылетит. Так, я позитива. Дом Хартронов. Ииии... Я нашла куртку Оливия. Эээ... Прямо на виду. Хм... Слишком очевидно. Слушай, а вдруг ее кто-то подставил? Да, как-то слишком просто. И Оливия была связана со страшными пранками в городе. Ну, мы не думаем, что она подозреваемая. А ее алиби? Она работала. Работала? Эээ... И все в городе в это время, типа, работали. Минус Мэй, конечно. Эээ... Блин. Ну, вообще, да. Слушай, ее могли подставить, и она же не помнит, чтобы куртку оставляла в доме. То есть, вполне могли сделать так, чтобы куртку подложить, чтобы мы думали, ага, это Оливия. То есть, понимаешь, новичка это... Новичка это заставит поверить, что это Оливия. Профессионал уже задастся вопросом, что могло пойти не так. Так, точно существует последняя воля? Окей, а где мы его... Где оно есть? Нет, и я его не нашла. Нашла письма от Фрэнти Стутл, которая говорит о том, что воля существует и была написана для лора. Может, она сгорела в огне? А, это могло быть причиной для огня. Никто не хочет помогать Мэй. Так. Нам не помогает бумага, которую никто не может найти. Нужно попытаться найти того, кто, собственно, это учинил. Это может быть мотивом. Для того, чтобы сжечь дом. Я начну с судьи. Я сейчас увижу кассеты с камеры. Запись. Фрэнк Джоу. Ребят, можете проверить кладбище на наличие спорыньи? Ну, что-нибудь придумаем. Но я даже не знаю, как спорыньи выглядят. Ну, разберемся. В гугле, ребят, посмотрите. Двердоты нет. А, ладно. А что нет-то? Время кончается. Не очистишь имя Мэй скоро? Я боюсь, что с ней сделает город. Я с тобой пойду. Ага. Тебе лучше меня не подводить. Слушай, я на секунду подумал, что вообще Дирда не просто так пропала ночью. И типа она виновата. Но это вряд ли. Так, сейчас мы будем с вами смотреть. Как выглядит спорынья. Вам интересно? Мне очень даже. Я хочу знать, как выглядит спорынь. Ну, спорынья выглядит вот так. На ржи довольно противно. Ну, то есть, это как, значит, такой червяк. Но это типа гриб. Это вот такой, типа, ну, как червяк, растущий из гриба и из-за ржи, из-за початка. Как это называется? Колоска, колоска. Вот, собственно, тут можете почитать описание. В общем, кстати, тут интересно, что многие восстания и бунты происходили именно в годы. И вот эта охота на вень, в том числе, тут указана именно из-за спорыньи. Потому что вызывала спорынья глюны. А также она вызывает катаракту и даже смерть от отравления. В общем, орлы. Всем спасибо за просмотр. Следующие серии я не буду обещать, когда она будет, но постараюсь как можно скорее. Потому что мы игру почти прошли. То есть, буквально с моим темпом, ну, максимум серии 3. Это максимум. Скорее, 2 даже. И мы с вами пройдем игру, закончим ее и доберемся до финала. Ой, как я хочу узнать, что будет. Так уже, как бы, закончить игру. Сейчас уже поздно. 12 ночи. Всем спокойной ночи. Ну, наверное, мне больше. Вы-то это будете днем смотреть. И всем пока. До следующей серии.